Когда дети возвращаются из Большого приключения в Карелии или Большого приключения в Красном Крае, бывает, что они приходят в наш клуб. И вот тут счастливая возможность с ними поговорить, увидеть их. И каждый раз, регулярно, постоянно, эти дети меня приводят в восхищение. Я переполнен радости от общения с ними, потому что вижу, какие они умные, как они хорошо рассуждают, и слышу их очень положительные оценки по поводу того, как же они путешествовали и что они об этом думают. Оказывается, что они очень хорошо понимают, что Большое приключение повысило их интеллектуальный, физический, духовный уровень, что они стали, в принципе, другими. Бывает, что вместе с детьми приходят их родители. Тогда вот это вот ощущение радости, оно как бы возводится в квадрат, потому что от родителей по-своему я все слышу то же самое. И вот это вот наше собственное мнение о том, насколько полезно путешествовать вместе с нами в наших лагерях Большое приключение. Мнение детей и мнение родителей, все это складывается. Ну и, конечно, мы ищем возможности, как же сделать так, чтобы наши лагеря, наши путешествия были более доступными. Чтобы они были доступны для тех, для всех детей, которые хотят в них попасть, которые мечтают в них попасть, которые, как вот сейчас говорят, сильно мотивированы, хотят. Значит, в прошлом году сделали стипендиальный фонд. И в прошлом году первая стипендиальная программа была выполнена. Но она была небольшая. И мы остались довольны только тем, что, в общем, все прошло так, как мы и рассчитывали. Никаких принципиальных трудностей у нас не возникло. Нашли некоторые деньги, нашли детей и родителей, которые воспользовались этими новыми возможностями. Теперь мы открываем вторую часть сегодняшнего года программы стипендиального фонда. Приглашаем участвовать и детей, которые могут воспользоваться теми дотациями, которые можно получить из стипендиального фонда. И приглашаем тех, кто мог бы нам помочь в создании этого стипендиального фонда. Ну, как понимать вот это вот последнее приглашение? Могут быть спонсоры, которые дают какую-то достаточно весомую сумму, которая измеряется 100, 200, 300 или более тысячами рублей. Но вот сейчас в этом обращении все-таки не об этом, а главным образом о том, что каждый, кто интересуется нашими владелями, может просто поучаствовать, быть соучастником стипендиального фонда, может быть соучастником стипендиального фонда и внести совсем небольшую сумму в этот фонд. Мы думаем, что может быть если будут вот такие сборы совсем небольшие, то может быть это как раз будет и более надежный способ сбора денег. Ну вот, таким образом я приглашаю вас вместе с нами быть организаторами наших путешествий. Вместе с нами заботятся о подрастающем поколении и все-таки такая глобальная цель наших путешествий и, соответственно, нашего стипендиального фонда состоит в том, чтобы растить ребят, настоящих граждан, которые могли бы на себя брать ответственность в самых разных ситуациях.